Субтитры создавал DimaTorzok Дим, птичьи гриб оставьте в покое, не трогайте. В связи с борьбой с гомеопатами, сейчас все это резко обострилось, потому что непонятно уже ничего, кто как лечит, чем лечит. Поэтому мы будем видеть новые данные о хорошо известном старом. А вы знаете, да, фразу, которую все не знают? Любые старые данные можно легко выдать за новые. Все говорят наоборот. Все говорят хорошо забытые старые. Ничего подобного. Хорошо забытые старые всегда можно выдать за новые. С другой стороны, в том, что нужно помнить, что было вчера. Я не представил. Чернусь, Наталья Павловна. Спасибо. Павел Андреевич, спасибо глубоко уважаемые коллеги. Мы с вами, мне хорошо слышно? Мы с вами в этой аудитории уже встречаемся не первый раз. И я сегодня хочу, сегодня такая удивительная дата, 6 марта, 8 марта 17 года, 18, извините, пожалуйста, года, почти 99 лет тому назад, началась самая большая пандемия, которая известна человеческую, как пандемия, инфлюенция 18 года, которая унесла огромное количество жизни наших сограждан, нашей планеты. И пандемия всегда начинается именно на конце, на спаде ОРЗ, ОРВИ. И вот сегодня, когда у нас как бы эпидсезон заканчивается, вспышка нового возможного какого-то респираторного инфекции, а особенно мы, конечно, боимся в первую очередь штаммы типа А, это всегда, конечно, актуально. И поэтому сегодня наша лекция, она будет посвящена как бы двум аспектам. С одной стороны, мы должны вспомнить, как врачи поликлинического звена, я в первую очередь ориентируюсь на них, должны понять, что наше с вами взаимоотношение с больным, оно оборачивается в две стороны. С одной стороны, мы должны очень чётко понимать, кого мы госпитализируем, какие показания госпитализации, а с другой стороны, как нам вести своих пациентов именно в лабораторной практике и как нам с вами их диагностировать и отслеживать. Ну, прежде чем начать, наверное, первый слайд, я ещё хотела бы, наверное, такие два водных слова сказать, которые вы, безусловно, знаете хорошо и не хуже, чем я, что каждый год выпускаются новые рекомендации, каждый год институт гриппа и российское общество, которое занимается проблемами гриппа, отслеживает хорошенько эту ситуацию. Каждый раз выпускаются новые рекомендации, каждый раз выпускаются новые методические рекомендации, каждый раз отслеживается, анализируется, объективизируется полученный опыт и не только в плане клинического проявления этого заболевания, смертельных исходов, почему, чего, как и что, ну и, безусловно, конечно, и в лекарственной терапии. И мы сегодня с вами будем в основном опираться на те рекомендации, которые нам были даны в прошлом году и именно в основном 2016 года, потому что новые рекомендации мы будем с вами иметь только не раньше апреля месяца. Итак, что мы можем сегодня сказать о респираторных вирусных инфекциях? Что сегодня, практически сто лет спустя, мы можем сказать, как мы относимся и что мы должны видеть у наших пациентов. И если мы с вами внимательно начнем читать этот слайд, да, то прочитаем, что острое респираторное заболевание, да, это понятие, а не заболевание, в которое входит огромное количество разных нозеологических форм. И в первую очередь вызывается разными возбудителями, которые поражают преимущества эпители верхних дыхательных путей. И следующий момент, извините, он так быстро перескакивает, да, синдром раздражения, поражения респираторного тракта, не вижу слайд, сейчас еще попробую вернуть, нет. Так, что еще не просто идет определенная одна какая-то инфекция, а идет микс инфекции. Что этим нам хотят сказать? А то, что на нашем участке, участке, где наши находятся пациенты, может быть пациенты с мекоплазинфекцией, с парагриппом, с риноэссенциальной, с гриппом H1N1-209 и так далее. То есть, может быть, вот именно микс и разные пациенты, может быть, проявляются разными клиническими формами. И это мы с вами тоже должны понимать ту сегодняшнюю ситуацию, в которой мы с вами работаем. Если нам объявили, что началась, как в прошлом году, пандемия гриппа, это не значит, что болеют все типичные гриппы и у всех одно и то же. Нет, к сожалению. Это именно микс, и мы с вами должны этот микс очень хорошо понимать. И поэтому, когда мы смотрим на эти теологии вирусов, а их больше двухсот, и, безусловно, на этом слайде они бы не поместились, то мы должны понимать, что они имеют определенные общие свойства. Но так принято, что мы выделяем грипп и ОРВИ. И это тоже определенная для нас с вами традиция за много-много лет вот так вот все ОРВИ объединить в одну некую такую общую группу, а грипп выделить из отдельных как бы ситуаций. Поэтому, когда мы говорим с вами, что новые штаммы не вытесняются из циркуляции предыдущие, это тоже очень характерно для сегодняшнего времени. То есть появившийся в 2009 году, свиной грипп, кто-то сегодня сказал, он не вытесняет другие штаммы. Они имеют право циркулировать сегодня здесь же. И поэтому, когда мы говорим о вирусе гриппа А пандемического, то вирусы по типу этого гриппа, они были, есть и существуют вместе с другими формами. Немножечко очень коротко о патогенезе, только с точки зрения показать отличия. И почему мы каждый раз говорим о патогенезе, и почему мы на этом акцентируем внимание. Ну, вот я смотрю, коллега фотографирует. В принципе, я абсолютно не против, если кому-то нужна будет презентация, взять ее на флешку, поэтому, чтобы мы были как-то вот в тендеме и не отвлекались. Если вам удобно фотографировать, как вам будет комфортнее. Что для нас с вами... Все лекции, напоминаю, выкладываются на сайте. Да. Ну, замечательно, Павел Андреевич. Вместе с фотографиями. Единственное, что с сайта нельзя спереть слайды. Ну, на самом-то деле, наверное, это корректно, не более правильно, Павел Андреевич. Спасибо. Итак, что делает вирус? Ну, в первую очередь, они, конечно, снижают защитные свойства нашего эпителия верхних дыхательных путей. И посмотрите, какая высокопрофилактированная активность вируса гриппа. Вот эпидемиологи, они вообще удивительные люди. Они вот так любят все это объективизировать и конкретно нам показать, как же это быстро происходит. Смотрите, 24 часа, и как быстро размножается, в частности, вирус гриппа. Как он быстро находит свою какую-то нишу. И смотрите, тут же сразу индуцирует синтез цитокинов. Ну, что ему может помешать? Ну, конечно, синтез нашего интерферона, защита. И поэтому, чем больше человек, так сказать, здоровый, крепкий, и давайте сразу скажем, не просто в здоровом теле здоровый, а вот в духе, да, что он в этой жизни ожидает, какое у него настроение, его позиция, есть ли он ипохондрик, есть ли у него все плохо, обо всех говорит плохо, вероятность того, что заболеть у него гораздо выше, чем у человека, который такие же трудности, такие же сложности в этой жизни, но он к ним относится более, ну, если так сказать, не прагматично, а более оптимистично, он видит какую-то цель в своей жизни. Поэтому наши пациенты, они, конечно, определенные, которые заболевают, и достаточно тяжело. Поэтому, когда мы говорим, что от борьбы двух сил, вирусного генома и клеточного интерферона зависит тяжесть вирусной инфекции, это выражение не только сегодняшних врачей, это выражение и старых врачей, которые очень хорошо понимали, что вот эта взаимосвязь организма с внешней средой, вот эта зависимость наша, вот это осмысление понимания, оно очень четко проявляется и с обычным инфекционным заболеванием. Если мы думаем о том, как же быстро нарушается покров эпителия, то он действительно очень быстро и агрессивно основными симптомами с провоспадительными цитокинами быстро нарушается, и поражение, как правило, сопровождается именно в верхних респираторных отделах. При классическом, типичном виде гриппа А, это ренит и это трахеид. В классике это третьи сутки, когда появляется сухой ренит, сухой трахеид. А первые сутки это всегда интоксикационный синдром. Итак, давайте мы с вами посмотрим, а что же для нас с вами является главное, и что для нас является показанием для госпитализации, и как мы с вами должны будем на это обращать внимание. Почему мы, опять же, вспоминаем сегодня именно пандемическую тип вируса гриппа А? А вот посмотрите, потому что в первую очередь вирус и продукты токсического происхождения вируса вызывают активацию именно свёртывости крови. Именно повышение вязкости и замедление кровотока при имечестве в капиллярах вену. Как это происходит? А происходит следующим образом. Посмотрите вот на этот снимок. Вот в норме, как находятся вену и артерии. А вот то, что мы с вами визуализируем, когда осматриваем пациента просто на дому, или если он к нам пришёл в поликлинику. А что значит вот эти снимки? А посмотрите, это замедление кровотока у больных с тяжёлой формой гриппа. Посмотрите, вот он сложный феномен. Посмотрите, замедление кровотока и запустевание сосудов. И поэтому, когда нам говорят, что у больных с осложнением, а что значит осложнена форма, преморбит, это пациенты пожилого возраста, нам говорят, что это старше 65 лет, у которых есть ашемическая болезнь, у которых прогрессирующие, вот только что сейчас говорили о гипертонической болезни. Это, конечно, является тем фоном, когда дополнительно возникшая ситуация тяжёлого гриппа, она вызывает ухудшение основного заболевания, фонового заболевания, которое у этого пациента или пациентки имело весть. Ну и ещё один слайд, как это можно визуализировать, этот слайд. 61 год, третий день болезни, средний тяжёлый течение. И посмотрите, в диагнозе с опустившим заболеванием, ИБС, эндокардионапряжение, то есть наличие тяжёлого течения гриппа, оно всегда будет сопровождаться обострением хронического заболевания. Ну и ещё один слайд, показывающий вам запустивание капилляров. И опять же, слайд какого пациента? 79 лет. Какой день течения? 7 день течения. Сопутствующий ИБС, декомпенсация сахарного диабета. Это те все факторы риска, которые возникают у пациента именно с тяжёлой формой гриппа. Ну, на самом-то деле, тяжёлый патогенез, тяжёлый формой гриппа мы с вами рассматривать подробно не будем, но то, что возникает гипоксия, гипоксимия и гиперкапния у этих пациентов, и это требует стационарного лечения, и, безусловно, они не наши, не амбулаторного лечения, это пациенты, это безусловно. А как мы с вами будем распределять, какие же наши амбулаторные пациенты, а какие требуют госпитализации, кого же мы с вами направлены госпитализацией. Ну и первый слайд, который бы я хотела вам показать, это в первую очередь зависимость вируса МИИ от интоксикационного синдрома. Чем выше уровень вируса МИИ в крови, тем более тяжелее будет протекать заболевание у данного пациента. Как мы с вами это должны ориентироваться? Что нам предлагают выделить? Ну, в первую очередь, это, конечно, дети беременные, и вот то, что мы с вами сейчас видели. Пациенты больше, старше 65 лет с различными хроническими заболеваниями. Полиморфизм, извините, пожалуйста, полиморфизм клинических проявлений, безусловно, многообразен. Но мы с вами выделяем следующие симптомы. Первый – интоксикационный, мы немножечко на нем чуть позже остановимся. Синдром лихорадки, который сопровождается. И синдром органных поражений. На первом месте – это катаральные симптомы комплекса. Это конъюнктивит, тензилит. Возможно, при тяжелом течении, крайне тяжелом, быстро, молниеносном течении, сопровождается и гемологическим синдромом, и в тяжелых случаях респираторный может осложниться бронхина, бронхиолитом, пневмоним. Но чаще всего мы с вами видим в виде катарального синдрома ренит, фарендит, либо лорендит. Ну и классика – трахеид. Но не более того. Так почему же выделяет грипп? И почему вот его вот так вот к нему относятся? Да потому что тяжелой формой гриппа клинически проявляется нейротоксикозом. Сегодня в показаниях 2016 года по гриппу токсические проявления нейротоксикоза осложненные, так сказать, интоксикационный синдром – абсолютное показание госпитализации. Если на предыдущих с вами сессиях мы говорили, что пациенты можно наблюдать, и мы с вами можем кого-то госпитализировать, а кого-то все-таки оставить в амбулаторных условиях, то новые показания, еще раз повторяю, прошлого года, они абсолютно нам говорят, как только мы с вами видим при клиническом проявлении синдрома именингизма, это абсолютно показания к госпитализации. Значит, классическое течение токсикационного синдрома вы все хорошо знаете. Это температура выше 38,5 с гипертермической формой плюс интоксикационный синдром. Ну, классический. Главное – боль, слабость, вялость, ломота, мышечный и так далее. Но, когда мы говорим об осложнении интоксикационного синдрома, тогда, когда нам говорят о том, что появились признаки менингизма. Вот что такое менингизм и в чем он будет заключаться? А мы с вами должны разобраться, что клинические проявления могут быть полными, а могут быть неполными. Что значит полными? Это тогда, когда клинические проявления менингизма проявляются именно теми заболеваниями, которые вызывают непосредственно воспаление мозговых оболочек. И, конечно, это синдром инфекционного заболевания, менингизма. И в амбулаторных условиях мы это не делаем, это, конечно, не поликлинический уровень, а при госпитализации воспалительные изменения в спинномозговой жидкости. А что же проявление неполного менингизма? А вот это неполный менингизм – это как раз соответствие высокого вируса имея в крови, клинических проявлений к тяжести интоксикационного синдрома, которые при нормализации температуры, снижении дезинфекционной хорошей терапии уменьшают и совсем ликвидируют проявление менингизма. То есть это может быть день-два, иногда меньше, несколько часов, иногда дольше. И проявляются соответствующие отсутствия изменений в спинномозговой жидкости. При каких же ситуациях это может быть? Ну, то, что мы с вами сказали, это непосредственно заболевания, те, которые тропны к оболочкам центральной нервной системы. А здесь, посмотрите, какое огромное количество разных заболеваний, которые могут проявляться клинические симптомы менингизма. И повторюсь опять и опять, что на сегодняшний день это абсолютное показание госпитализации этих больных. Из неинфекционных заболеваний проявление менингизма может быть при объёмном процессе головного мозга, либо субарахинодальном кровозлиянии. Итак, что мы должны с вами видеть и в каком же клиническом характере и как это проявляется у пациента. Вот это классический интоксикационный синдром. Он, как правило, если пациент в относительно удовлетворительном состоянии с лёгким течением, он может присутствовать без температуры, а может быть температура без интоксикационного синдрома. Но так вот мы с вами решили, что температура выше 38, она всегда сопровождается интоксикационным синдромом. И осложнение интоксикационного синдрома – это всегда высокая гипертермическая температура. И первое проявление токсической энцефалопатии, первая реакция – это когда мы при активном расспросе с вами выясняем, что у пациента есть головная боль, мы расспрашиваем, а как вы реагируете. Эта головная боль реагирует, усилится на внешний раздражительный, на звук, на свет. И если мы выявляем данные симптомы, ещё раз повторяю, это абсолютно показания госпитализации. Следующее, что может быть у пациента как осложнение интоксикационного синдрома – это токсическое раздражение мозговых оболочек. Состояние, конечно, ещё тяжелее, чем при токсической энцефалопатии. Почему? Та же самая сильная головная боль, но уже мы можем с вами видеть очень чёткие состояния пациента, когда боль связана именно с движением. Он не может наклонить голову. И мы видим клинические проявления ригидности затылочных мышц. Это тоже абсолютное показание для госпитализации этого пациента. Следующее, что может быть осложнением интоксикационного синдрома. Это очень характерно для молодого возраста – 18, 19, до 25, когда высокая температура. Интоксикационный синдром, который проявляется резким вдруг внезапным, очень кратковременно судорожным синдромом. Опять же, который проявляется внешним раздражительным. Что-то упало, резко хлопнула дверь. И пациент сам от себя не ожидая, может быть, резкий приступ такого кратковременного судорожного состояния. Он может упасть, может быть, какая-то часть тела вот так резко реагировать. Но если мы выясняем эти жалобы, это абсолютно показания для госпитализации. То есть мы таким образом очерчиваем с вами круг, показания тех пациентов, которые не соответствуют ведению в ампулатурных условиях и требуют наблюдения именно в условиях стационара. Очень короткий клинический пример. Пациент 22 лет, с температурой 38,5, обратился с жалобами на первый день заболевания, жалобы на головную боль, слабость, боли в глазных яблоках. Но при активном расспросе выяснилось, что головная боль провоцируется сильным звуком, связанным также с реакцией на свет и запах. Диагноз грипп, тяжелый течение, инфекционно-токсическая энцефалопатия, первый день болезни. Абсолютно показания для госпитализации для этого пациента. Следующим моментом, что мы с вами еще, наверное, для нас важно, а как нам формулировать диагноз? Так, чтобы в нашей амбулаторной карте она сегодня не будет смотреть, сколько у нас времени, 12 минут, больше, меньше, сколько мы затратили на постановку диагноза. В любом случае приходит комиссия и что она делает. Если мы берем амбулаторную практику, ну, считает жалобы пациента, закрывает анамнус морби, закрывает статус и смотрит сразу же на диагноз. Соответствуют ли жалобы, выставляемые нам с вами диагнозом? Так, уважаемые коллеги, происходит, да? Поэтому формулировка для нас диагноза, она очень важна. Как мы с вами должны сформулировать диагноз? Что мы с вами должны при этом знать? Смотрите, если у нас с вами имеется эпидемиологический подъем, то есть нам с вами официально пришло письмо, говорящий о том, что сейчас подъем ОРВИ, как, допустим, было в ноябре-декабре этого месяца, или в прошлом году, когда нам официально сказали о подъеме и эпидемиологической обстановке по поводу гриппа, тогда мы можем с вами написать, к примеру, грипп, да? Типичная форма, тяжелое течение, первый день болезни, и соответствующее, то осложнение, которое мы видим у нашего пациента, если есть сопутствующие заболевания, его обозначить. Если же мы нашего пациента ведем вне эпидемиологический сезон, когда риск возникновения заболевания, заборет тем же формы тяжелого гриппа, имеет право и на лето, опять же, давайте вспомним, 2018 год, когда началась вот 8 марта эпидемия гриппа, вторая волна началась летом, в начале июня, а третья волна началась в сентябре месяце, и вот эта вот сентябрьская волна, она уже попала и пришла уже к нам в Россию. То есть спорадические случаи эпидемии гриппа может быть и в любое время, казалось бы, для нас может быть нестандартным, потому что для нас как бы принято осенне-зимнее, зимнее, ну может быть зимнее, ранне-весенний период, оно никак не летний период, но имеет право 5% пациентов с вирусной инфекцией иметь клиническую картину гриппа. Поэтому как же мы с вами будем формулировать диагноз? Мы должны с вами написать, что это острое респираторное заболевание, день болезни, ну в частности здесь я привожу такой же пример, что тяжелое течение и токсическая энцефалопатия. Почему? Потому что нам нужно с вами это пациента госпитализировать. Ну а в принципе, определившись с тяжелыми формами течения гриппа, которые подлежат госпитализации, наши пациенты какие? Конечно, это не тяжелое, это относительно легкое течение, чаще всего благоприятное течение, и поэтому когда мы с вами их пытаемся диагностировать, вот здесь внизу парагрипп, риновирусное, респираторное, эссенциальное, то они, как правило, мало дифференцируют. Это еще в своей замечательной книжке «Инфекционная болезнь при клинической практике», мне очень нравится это учебник Сарисона, смотрите, год его издания, 93-й, он замечательный, там маркер очень четко, дифференцированно, хорошо показывает разные заболевания, для того, чтобы вести действительно очень хорошее учебное пособие, которое абсолютно и до сих пор можно активно им пользоваться. Ну и классика, что мы говорим, когда мы ставим диагноз грипп типичной формы, когда мы говорим о БРЗ, то классика считается, что грипп сегодня, сейчас с высокой температурой, с лихорадочным синдромом, и это в первые сутки заболевания, а ОРВИ – это тогда, когда есть начальный период, начинается катаральность в томокомплексе, это может конъюнктивит, ринит, тензилит, фарингит, ларингит, трихиит, начинается постепенно, как правило, конец вторых, начало третьих суток, присоединяется, повышается температура, держится она иногда и полсуток, иногда сутки, полутра сутки, в зависимости от степени тяжести, при тяжелом течении она может еще дольше длиться. Но в принципе, вот эта диагностика начала интоксикационного синдрома и лихорадочного, в отличие от катарального синдрома комплекса, который характерен для всей группы ОРВИ, это основные дифференциальные диагностические критерии, клинические для всей группы ОРВИ и гриппа. Привожу вам пример, опять же для того, как нам с вами сформулировать заболевание. Учительница 48 лет, жаловалась на головную боль, слабость, насморк, больна третий день. Заболевание началось с насморка, боли в верхней части нациоглотки и так далее. А вечером, в конец вторых суток, начало третьих, поднялась температура до 28, в связи с чем был вызван участковый врач. Как мы с вами формулируем диагноз? ОРЗ – средней степени тяжести, потому что гипертермическая температура. Здесь в скобках мы пишем ринит, тензелит, фаренгит, ларингит. Период разгадра – третий день болезни. Для чего мы это с вами пишем? Да потому что вот так вот, наблюдая за этой пациенткой, когда я буду четвертый, пятый день, мы прекрасно должны понимать, на какие сутки, что мы ожидаем, как быстро все уходит и насколько имеется осложнение у этого пациента. Ну, вот этим слайдом я хотела вам немножечко, так сказать, показать, как это будет в эпидемиологическом, неэпидемиологическом синдроме. Ну, наверное, только очень коротко скажу, что можно написать, допустим, ринофаренгитрохеид и в скобках написать, вероятно, грипп, если вы так считаете. Это абсолютно будет правильно. Если вам более удобно просто перечислить, что здесь имеется, ринит, фаренгит и так далее, и какой день болезни, допустим, период формирующейся медикаментозной ремиссии, пятый день болезни, пожалуйста, можете писать так. Но когда мы указываем день болезни и день, так сказать, течения заболевания, вот этого клинического течения, это то, что от нас будет требовать обязательно в наших амбулаторных картах. Следующим моментом, который я бы хотела показать, то, что ОРВИ, как правило, неосложненно, это основная масса пациентов, которые к нам обращаются, то, что ОРВИ может быть бактериально и либо осложнением, это вот уже мы смотрим по клинической картине, но и не надо забывать, что в микс инфекции всегда присутствуют респираторный микоплазмоз и пневмохламидиоз, но сегодня мы об этом с вами говорить не будем. Ну, очень коротко о гриппе H1N1 с вином. Что же он нам с вами принес? С 2009 года штамп постоянно циркулирует, он никуда не вытянется, он постоянно присутствует. Количество госпитализированных больных, если мы посмотрим по ПЦР-диагностике, которую нам дают, так сказать, стационары, они от 70 до 50 и некоторые чуть больше, чуть меньше, показывают, что пациенты с этим вирусом постоянно присутствуют в основном на уровне госпитализации. Поэтому мы с вами с этим гриппом можем столкнуться. Итак, что нам нужно с вами знать? Вот то же самое, что и по типичному гриппу. Что в основном, извините, пожалуйста, что если в отношении атипичной гриппы, то большинство людей во всем мире, у них болезнь протекает в виде гриппа подобного синдрома без осложнений и при полном выздоровлении через неделю даже без имитикаментозного лечения. То есть на самом-то деле поменявшаяся одна аллель в состоянии изменила вирусную активность этого гриппа и он действительно относительно благоприятно протекает. И, конечно, есть определенные контингенты, которые он, как всегда, для них они в течение этого заболевания очень достаточно сложные. Ну, да, как всегда, беременные женщины, дети и пациенты с хроническими заболеваниями и возраст старше 65 лет. Что мы должны знать для свиного гриппа? То, что в отличие от классического гриппа, он начинается, во-первых, с острого начала ушло, это подострое начало в основном, потому что мы опять же возвращаемся к амбулаторной практике. И в основном, посмотрите, озноба сильная головная боль и может быть ознобоподобный синдром даже без подъема температуры. То, что мы с вами говорим об катаральном синдроме, посмотрите, кашель иногда начинается еще в продрамальный период с первых дней заболевания. И этот кашель, он ларинготрахеитный, в основном он именно поверхность, даже фарингитный, вот это ощущение першения, соединения задней стенки. И чаще, часто сопровождается явлением ринита. Как мы с вами можем поставить диагноз тяжелого гриппа и именно свиного объективизировать эту тяжелую форму, если это нам нужно. На нашей кафедре разработана такая методика, как визуально-аналоговая шкала, она сегодня водализирована, мы можем легко пользоваться. И когда вы расспрашиваете пациента и просите его отметить, где он и как у него идет динамика тоже головной боли, ринита, здесь вот слабости, то от минимального какого-то проявления в первые сутки, как правило, на пятые, шестые сутки динамика этих симптомов нарастает. Почему нам это очень важно именно взять динамику заболеваниям? Потому что если мы говорим о гриппе, то клиника это первые сутки интоксикационный синдром и катаральный синдром это третьи сутки. Когда мы говорим об ОРВИ, то начальный период это катаральный синдром и интоксикационный синдром конец вторых, начало третьих суток. Для гриппа свиного амбулаторного нетяжелого катаральный синдром еще в продрамальном периоде потом присоединяется катаральный синдром длится в среднем где-то 4-5 дней и уже только на 4-5 сутки присоединяется интоксикационный синдром и температура. Таким вот образом клинически отделить грипп свиной от типичного от классического течения ОРВИ мы можем опять же предположительно. Почему? Потому что в амбулаторной практике сделать анализ на ПЦР, ФА мы можем теоретически и наши пациенты я не знаю как в вашей практике но есть пациенты которые самостоятельно идут и делают себе эти методы исследования на базе на которой я нахожусь у нас были прецеденты когда пациенты приносили результаты вот такого своего исследования да выдавался баничный лейс и мы соответственно ввели но в амбулаторной практике мы конечно такими возможностями не располагаем это конечно удел стационар но синдром Рея омин гонцефалити и то что здесь я думаю вы уже прочитали это опять же тяжелое течение гриппа которое требует госпитализации но и я вспоминаю слова Чучалина который еще в 2009 году всегда извините пожалуйста говорил что если у больного с гриппом появляется носом платке кровь вы его лучше госпитализируйте не ждите когда начнется боль тяжелая но при этом не просто кровь это же должна быть температура которая резко упала и сопровождается еще и синдромом ацидоза то есть резким состоянием когда падает давление когда нарастает одышка то есть это тяжелое состояние пациента который поворачивается своей стороной в стационар с точки зрения классики введения нашего пациента в амбулаторной я всегда показываю эти слайды возможно кто-то из вас их видел почему потому что мы с вами забыли такую методику которая уже больше 100 лет методика наших врачей мы считаем что ей нужно полис она очень простая и достаточно информативна это в первые сутки когда у нас идет большой огромный поток пациентов и нам некогда с вами их подобно расспросить сориентироваться это мы не поставим с вами диагноз боже упаси мы только можем с вами сориентироваться что у этого пациента это называется методика африкса корня левкого когда мы на четвертый грудной позвонок ставим с вами фондоскоп делаем фриксирующие движения от плечевого состава или от задней акселярной линии идем к фондоскопу и видим усиление звука уже на уровне средины лопаточной линии то есть вот такая вот фигура она характерна для гриппа то есть сориентироваться что у пациента для сравнения хочу привести есть ли у пациента температура ну помимо что мы делаем африксы безусловно клиника жалоба мы все с вами собрали анамнез собрали теперь мы осматриваем и для подтверждения нашей гипотезы которая у нас возникла мы с вами делаем еще и африксы корня левкого и таким образом мы с вами видим что вот такое атипичное расположение некого участка с повышенной звуковой проводимостью и это первые сутки заболевания для чего потому что если мы возьмем приказ и приказ по наблюдению за больным в облаторных практике у нас всего четыре категории которых мы должны с вами наблюдать в поликлинике это с инфекционными заболеваниями это пневмония которые мы должны каждый день ходить это больные с тензелярным синдромом три дня подряд мы должны их наблюдать и два неинфекционных это когда пациент отказался от госпитализации с инфарктом миокарда либо с гипертоническим призом вернее с инсультом это вот четыре нодологии когда мы обязаны наблюдать на дому а в остальных ситуациях мы с вами это уже наше с вами клиническое видение как мы с вами видим пациента как мы его наблюдаем как нам так сказать как мы его трактуем и здесь уже ваша инициатива наблюдать его на дому и не наблюдать но по закону мы должны с вами определить есть ли уже там внимание поэтому вот эта африкция корня лег когда вы выявляете асимметричную такую гипер африкцию она может вас ориентироваться что возможно здесь атипичная форма внимания или может быть типичная итак как же мы с вами поставим нозологический диагноз когда мы с вами подозреваем о свином гриппе H1N1-209 или калифорнийским штаммом мы с вами точно так же в эпидемиологическом что мы напишем слово атипичное напишем опять-таки определим течение день болезни есть ли какие-то осложнения и сопутствующие заболевания мы можем с вами написать в межэпидемиологический сезон к примеру грипп клинический мы имеем с вами право так сказать атипичный вариант ринит перечислить все те катаральные проявления которые мы с вами выявили период разгара и вот посмотрите этот пациент который длительно был с этим катаральным синдромом поднялся лихорадочный синдром и он к нам обратился вот это и есть атипичная форма когда мы с вами можем подозревать о том что это пациента H1N1 под тип вируса А калифорнийский штамп либо если есть у пациента подтверждение ИФА диагностики либо ПЦР диагнозки мы можем тоже это с вами указать в диагнозе и так мы с вами определились в диагнозе мы с вами определились так сказать уже на этапе когда мы подходим с вами к лечению на что еще мы с вами должны обратить внимание прежде чем перейти к амбулаторному лечению а именно на те маркеры на те красные метки когда наш пациент может быть все-таки повернется в сторону стационара а именно нас с вами говорят динамика кашля динамика в грудной клетке отдышка сегодня 25 частота отдыхания в одну минуту это абсолютно показанием для госпитализации является ну и то что мы с вами говорили о тяжелых формах интоксикационных проявлений интоксикационного синдрома о диагностике на сегодняшний день в амбулаторных условиях к сожалению не идет речи и мы с вами переходим к лечению нетяжелых форм течения ОРВИ гриппа на амбулаторном этапе и так как мы с вами должны запомнить историю болезни когда нас с вами будут проверять значит читает наша жалоба потом читает наш диагноз да прочитав наш диагноз обязательно посмотрим а что же мы с вами назначили по приказу который сегодня есть по методическим показаниям если мы с вами поставили ОРВИ и грипп это абсолютная динамика и показания к разной идиотропной терапии сегодня будем в первую очередь говорить о противовирусной терапии почему потому что мы с вами можем иметь свою личную точку зрения но к сожалению нас проверяют по стандартам и по этим стандартам у нас с вами должна быть оформлена история болезни и так мы начинаем с режима дня с рекомендации по диете это как бы стандартно но какие мы с вами должны обязательно указать препараты это противовирусные препараты потому что мы поставили диагноз ОРВИ обязательно мы должны посмотреть нужно ли нам иммуномодулирующий препарат мы к этому вернемся жаропонижающая если вы написали средне тяжелая форма гриппа или ОРВИ обязательно антиоксиданты которые вы добавляете пациентам средняя терапевтическая доза аскорбинной кислоты это 2,5 грамма в сутки примерно 3 дня потом вы приходите на грамм в течение недели и до месяца пациент должен принимать 500 миллиграмм аскорбинной кислоты ежедневно до месяца потому что это длительный такой процесс ну и симптоматическая терапия которая направлена на тот катаральный синдром у которого мы выявили с вами пациент явление ринита фаренгита ларингита и так далее ну а нашим так сказать с вами будет основное направление коллеги какой вопрос что вы хотели спросить нет мы должны с вами решить о том что же мы с вами должны сделать а что нам говорить сегодня по стандартам а по стандартам когда нас с вами будут проверять обязательно мы должны с вами назначить противовирусную терапию при даже при позднем значении она полезна у всех пациентам с тяжелым течением и посмотрите вот она противовирусной терапии да мы должны назначить дезин Foi Mater противо нужно ли нам назначить антибактериальной терапии но это как правило уже спустя прошли трое суток, но с первого дня заболевания это против вирус-терапии. Почему? Что мы ожидаем от этой против вирус-терапии? И менее, если мы начали вовремя и пациент к нам обратился, то, во-первых, это лечебный синдром, профилактика осложнений, и это эпидемиологическое состояние тех людей, которые находятся рядом с ним, которые находятся в его доме. Если же пациент к нам обратился поздно, допустим, как у ОРВИ, на третье, на четвертое, на пятое, на шестые сутки, что назначать против вирус-терапии? То, что нам говорят, да, это точно так же будет профилактика затяжного течения и точно так же эпидемиологическая безопасность самого пациента. На сегодняшний день вирус гриппа очень хорошо изучен, изучены все его поверхности антигены, и по всем поверхностным антигенам имеются определенные медикаментозные препараты. И на этом слайде вы их хорошо видите. Ну, томифлюм был создан специально для лечения гриппа, обеспечит быстро объективное лечение, быстро снижает тяжесть лечения, и я думаю, что в этом с препаратом знакомы. Назначайте этот препарат. Пробовали этот препарат? То есть препарат. Второй препарат, сегодня мы его вспоминаем, это наш препарат, который в 2013 году появился знак, так сказать, международный, и название именно феновер, и это орбидол, и это здорово, что у нас отечественный препарат вошел в международную базу. Я вам привожу только два таких исследования, как «Арбитр» и «Эгида», и где показано о том, насколько он эффективен именно в качестве осложнений, если мы начинаем на первых этапах лечения именно с назначения противовирусной терапии. Хочу этим слайдом показать, что не только он наш препарат, а для того, чтобы получить вот такую международную известность, его очень хорошо и длительно, и больше 10 лет исследовали разные коллеги за рубежом, в разных институтах гриппа. И в марте прошлого года и в октябре, это прошлого года, на сессии пульмонологов приезжали, рассказывали, докладывали. Для меня было интересно, что, оказывается, у нас орбидолы используются не только при вирусах, заболеваниях, а даже пытались посмотреть, как он действует на вирусы Эболы. И, в общем, даже при гепатитах его стали применять. То есть, насколько интересны были доклады, и абсолютно никакого отношения к ОРВИ, как бы сначала не имели отношения. Но то, что наш препарат вот таким полиморфизмом обладает, это просто удивительно. Ну, то, что точка приложения у феновера, это он ингибитор влияет на фузию. Ну, а зальтамивир и зонамивир, это ингибитор нерамидиндазы. Романтадин и амантадин, они востребованы, потому что идет микс инфекций. И если вы ставите клинику классического гриппа, вы имеете право точно так же назвать. Эти препараты не были, а остаются эффективными, хорошо действуют на М-каналы. И за много десятилетий они хорошо показали свою эффективность при лечении типичного гриппа. Поэтому исключать их своего резерва не надо. И здесь я бы хотела показать то, что от нас с вами требуют по стандартам. Потому что сегодня медицина выходит на уровень, когда мы должны, как нам студенты приходят и говорят, лечить препаратами с доказательной базой. Мы можем к этому относиться по-разному. У нас есть свой уровень понимания. И если мы возьмем доказательную базу, там энное количество уровней. Но то, что мы должны соответствовать первому уровню. И в первую, так сказать, линейку входят вот эти все эти препараты. Это тамифлюри, лензы и орбидол. И это уровень доказательности 1. Мы с вами об этом должны помнить. И противовирусные препараты, как только вы написали диагноз ОРВИ либо грипп, наш орбидол должен быть там присутствовать. Почему? Потому что, опять-таки, вас будут проверять по стандартам. И умение, так сказать, отвечать, что у вас написано и почему вы не назначили препараты. Нас с вами об этом будут спрашивать. Следующий момент, который очень важен. Мы сегодня имеем определенную доказательную базу в отношении тамифлю. В начале, когда мы слышали о том, что очень резистентная штампа за рубежом, у нас появляется эта резистентность. Но к орбидолу вот в 2016 году появились новые публикации, что резистентности к этому препарату не нашли. И еще что интересного. Эти данные были, есть и остаются, но я просто хотела бы их показать вот таким вот образом. Для умифеновера, в отличие от всех других противовирусных препаратов, у него еще эффективность при других вирусных инфекциях. И поэтому, когда идет микс-инфекция, когда есть пандемический вирус гриппа, когда идет микс-инфекция из разных групп ОРВИ, назначение орбидолов дополнительно, не дополнительно, допустим, потому что это мифлю, имеет место. Почему? Потому что вы назначаете препарат, который действует именно на микс-инфекцию и на пандемический грипп, и на другие вирусы ОРВИ. И в этом отношении, конечно, что мы с вами ожидаем. Вот если мы с вами назначим, что мы ожидаем, какой эффект, да, ведь должен же быть эффект, не просто же нам должны стандарты говорить, что вот это так правильно. Но мы это все равно должны с вами следить, а на что мы будем с вами ориентироваться. Так же, как и при антибактериальной терапии. Мы будем с вами, должны ориентироваться на сроки нормализации температуры тела, и, как правило, это сколько часов, через сколько времени должно быть состояние больного улучшиться? Да, может быть и 24, и 48, да, то есть вот эта эффективность, которую мы должны с вами отследить. Уменьшение токсикационного синдрома, потому что, помните, слайд, вирусная нагрузка в крови и проявление клинических проявлений заболеваний, они взаимосвязаны, взаимообусловлены. Поэтому сроки элиминации и вот этим слайдом я хотела бы показать еще, как идет иммунный ответ на гриппозную инфекцию. Первое, то, что мы с вами проговаривали, это реакция, в первую очередь, конечно, интерферона. И никто его не отменял, и капать его в нос можно в первую сутки, и будет хорошо, и это замечательно. Но посмотрите, как гуморально-клеточный иммунитет, остроченные по времени, в отличие от самой вирусной нагрузки. И это период разгара. То есть период практически, это конец 3-х, начало 4-х суток, когда титр антител их повышается. То есть ближе уже к периоду реконволюсенции. Если мы берем иммуноответ при аденовирусной инфекции, посмотрите, там же период продромальный, там же начальный период начинается с катарального симптома комплекса, соответствующее, вот все факторы иммунного, так сказать, ответа будут в период разгара. А вперед начального проявления катарального симптома комплекса, вот этого иммунного ответа в организме не будет. Соответствующее, когда мы с вами выбираем препараты, мы должны очень четко понимать, что противовирусные препараты, они действуют на вирус очень быстро, в течение полутора часов, тоже и сразу. А иммуномодуляторы, они действуют отдаленно, когда стимулируют наш с вами иммунный ответ. И опять же, возвращаясь к данным, которые были на апрельской, октябрьской конференции, если я правильно помню, фамилия Шарова, она делала доклад по тяжелым больным, которые погибли в этой эпидемии гриппа, и она приводила такую цифру, что практически у всех пациентов, там всего только 24, было назначено в амбулаторных картах, выявили, что у них было назначено против вирусной терапии. У остальных пациентов против вирусной терапии не было назначено. Это считалось, что одним из не просто правонарушений, это врачебная ошибка, нельзя было сказать, потому что человека не стало. И мы с вами на это должны обращать внимание. Почему? Потому что вероятность того, что мы назначены против вирусной терапии, вероятность, что человек мог бы выжить, на самом-то деле высока. И поэтому время действия каждого препарата мы должны с вами знать. А вот индукторы энтеферона были назначены у всех пациентов. И это тоже характерно для наших пациентов. Потому что мы же сами прекрасно понимаем, что далеко не каждый пациент к нам доходит. Очень много идет рекламы и самолечения. Но если у нас с вами консультируются, то мы должны с вами, конечно, отвечать правильно. Итак, как мы с вами должны поступать в этой ситуации? При гриппе, назначая этиотропную терапию, мы вирусную нагрузку соответствующе и уменьшаем. Соответствующе улучшается и уменьшается интоксикационный синдром и клинические течения. Если же мы видим затяжное течение, то мы можем назначить телароны, которые стимулируют секреторный и гуморальный ответ. Если мы берем аденовирусную инфекцию, которая из всех инфекций ОРЗ наиболее тяжелая, то в начальный период мы имеем возможность с вами назначить теларон у кого. То часто болеет. Помните, по статистике, если человек говорит 3-4 раза в год, это уже часто снижение какого-то иммунного ответа. Но не у каждого первого, который только сегодня здесь заболел. Поэтому для того, чтобы назначить все-таки иммунный модулятор, мы с вами абсолютно точно должны подумать. И при легкой степени мы можем с вами не назначать вообще никакой противовирусной терапии. Почему? Потому что если человек останется дома, помните, хорошее питье, уход, тепло, и человек сам поправится, у него хватит своей иммунной системы. Это при тяжелой, при легкой степени. И только при средней степени, когда мы говорим о том, что температура повышается до 38 и выше, вот здесь мы можем уже назначить противовирусной терапии. Но заканчивая свое выступление, я бы хотела напомнить... А? Теларона? Это амиксин. Амиксин. Амиксин 0125, там 6 таблеток. Ну, потом позже отвечу, если возник вопрос. Ну, заканчивая свое выступление, я хотела бы напомнить, что во время эпидсезона, если вы не делаете, так сказать, вакцинацию для взрослых, 200 мг 2 раза в неделю в течение месяца, ну и постконтактная профилактика, тоже не забывайте, что 1 раз в день в течение 7 дней тоже очень эффективно постконтактная. Томифлю назначается по одной капсуле 1 раз в день в течение 7 дней. Ну, если мы с вами забываем о противовирусной терапии, либо наш пациент каким-то образом ее игнорирует, то вероятность развития осложнений очень высока. Спасибо за внимание. Какие будут вопросы? Спасибо, вопросы. Томифлю, наш отечественный аналог, это ингаверин. Нет, это не... И у того и в отношении амиксина ваше мнение. Хорошо. Спасибо вам большое за вопрос. Я хочу сказать... Тихонечко, давайте, друзья, давайте дотерпим. Ингаверин – это не томифлю. Ингаверин – это не томифлю. Это не томифлю. Это два разных препарата. Но не ингаверин. Но ингаверин. Ингаверин, он очень хорошо обладает противовоспалительным эффектом и снижает катаральный симптомокомплекс воспалительный. Его можно изначать 90 мг 1 капсула 1 раз в день вместе с тем же томифлю либо орбидором. Здесь, во всяком случае, ошибки никакой не будет. И по поводу... Ну... Ну, да, я его действительно не назначаю. По поводу амиксина. По поводу амиксина у нас на кафедре очень большой опыт. Опыт этого применения препарата. Я в свое время здесь у вас показывала схему лечения пациента амиксином и орбидолом. Дала нам Екатерина Петровна Селькова примерно в 2004-2003 году эту схему. И она очень хорошо работает. У пациентов, когда затяжное, тяжелое течение, допустим, в УРВИ или частое в УРВИ, мы назначали орбидол по 200 мг 4 раза в день и амиксин 0,25. Первые два дня по одной таблетке утром, потом через день по одной таблетке. Там всего шесть таблеток. К амиксину в одной таблетке очень хорошо. Да. Еще вопросы? Нет, коллеги, я абсолютно, наверное, не буду с вами спорить, особенно при катаральном симптоме комплекса. Если вовремя прокапывать интерферон, конечно, мы можем с вами остановить инфекцию, особенно при нетяжелой форме. Еще вопросы? Ну, что вы имеете в виду, коллега? Ну, тогда, когда, допустим, постконтактный, когда человек побывал в очаге, да, и, допустим, вы не... А, и он не болел? Да. Сейчас, секундочку. И тогда вы можете, если ощущаете, что все-таки вам нужно защититься, вот здесь как раз и показана постконтактная профилактика. Кагоцелл – неплохой препарат. Его можно применять, он очень быстро, хорошо действует. У него эффект наступления 24 часа. И его можно с противовирусными препаратами назначать одномоментно. А при ОРВИ его можно назначать вот именно тоже в период разгара у пациентов с хроническим заболеванием. Работает, да. Мужчина, ты называешь, поскольку? Ой... Галина Викторовна, это должно быть... Есть такое мнение, но я на этот вопрос ответить, к сожалению, не смогу. Вы не стали назначать ущерб. Ну, ничего, на этот ответ вам не смогу. Ну, его очень хорошо любят. И, опять-таки, показания должны быть. Для всех иммуномодуляторов, уважаемые коллеги, мы должны с вами очень четко понимать, иммуномодуляторы, они не бесконечно чего-то модулируют. Наш тяжелый век, в прямом смысле этого слова, психоэмоциональная, физическая нагрузка, стрессорная нагрузка постоянных, в которых мы сегодня с вами находимся. Ведь в этом адаптационно-компенсаторные наши возможности напряжены. Когда мы назначаем с вами модуляторы, то мы что с вами там модулируем, что мы хотим отрегулировать и что мы хотим повысить. Понимаете, мы должны с вами понять, кому, как и что назначать. Самое главное – не навредить. Поэтому к иммуномодуляторам сейчас относятся очень осторожно. И если вы назначаете, у вас должны быть абсолютно показания, почему вы назначите. Проще назначить в прямом смысле слова противовирусную терапию, которая быстрее, эффективнее даст и не так будет влиять на иммунную систему. Потому что она и так напряжена. Вирус же находится в организме, ответить на него надо. Интерферон начал работать? Начал. Уже презентирующие клетки пошли? Пошли. Уже пошли эти хелперы для того, чтобы выделить наши собственные антитела, сформулировать против ответа. Они же все работают, они же никто не сидит и не ждет что-то дополнительно какого-то стимула. На самом-то деле есть ответ. О ком мы говорим, кому мы можем, должны? Ну, наверное, определенному контингенту, который иммунный статус снижен. А у кого снижен? С хроническими какими-то вирусами, с индивирующими заболеваниями. То есть нужно смотреть, прежде чем назначать. На самом-то деле иммуномодуляторы приносятся очень тяжело. Очень дают побочных эффектов тяжелых. Поэтому, если вы их назначаете, вы должны очень четко себе отдавать отчет контингенту, которым вы даете. А скажите, пожалуйста, в отношении Кагоцелла почему-то? Японцы, они от... Японцы к нам перешел. От китайцев. Или к совершенно другому, так сказать, направлению действия. У нас работает день и ночь, везде, когда ничего не работает. Ваше мнение. Я лично Кагоцелла не назначаю. Он стерилизует мужчину, он не противозачаточный. Вопрос был там, нет? Ну, давай, давай. Громко. А по скорбинке это конец 80-х годов, начало 90-х годов. Вот это работа Института питания, огромнейшие были проведены. Они давали разные дозы, вплоть до 10 грамм. У разных контингентов при разных состояниях. Это вот данные того периода. А нашей кафедре 40 лет. Поэтому мы... Все 40 лет доказывают, что амексин работает. Так. Показания должны работать хорошо. Давайте мы на этом, может быть, поставим точку с вопросами. Я свое заключение сделаю, как обычно. Спасибо большое. Значит, если мы с вами в предыдущем докладе говорили о том, что лечение гипертонии – это искусство применять препараты с доказанной эффективностью, то лечение гриппа – это шаманство с применением препаратов с недоказанной эффективностью. При этом половина из них еще и опасна. Но если мы говорим про КГЦЛ, давайте все-таки четко говорить. Препарат, запрещенный ввозом, как препарат, стерилизующий необратимо мужчин. Ну, зачем мы, дурака, отваляем? Есть, есть. Значит, рассказки про то, что он там не всасывается, не разлагается, что что-то с чем-то соединено – это все рассказки. Будьте любезны, факты на стол. Раз он выводится с мочой, значит, это препарат, который всасывается. И не имеет вообще никаких доказательств. Ну, просто подлог на подлоге подлогом погоняет. Ну, мы же уже публикуем это все. Ну, слушайте, ну, невозможно. Одни и те же цифры разных исследований. Ну, о чем мы говорим? Полиоксидоний, он вообще даже не был лекарством. Он, по-моему, какая-то там добавка к вакцинам, да? Ну, давайте полиоксидоним. Что такое иммуномодуляторы, не знает никто в мире, кроме нас. Это только мы модулируем иммунитет. Ну, нет таких препаратов в мире. Значит, единственная группа препаратов, которую можно обсуждать – это препараты с прямым противовирусным действием. Томифлю, пожалуйста, орбидол, ради бога, давайте доказывать их эффективность. Но все остальное – это просто вообще ни о чем. Понимаете? Эти препараты хотя бы в пробирке точно работают. Поэтому, ну, к сожалению, я не могу согласиться с теми рекомендациями, которые издает Минздрав. В этом году Минздрав умудрился издать сразу две рекомендации у детей по лечению простуды и гриппа. Они просто абсолютно противоположны. Ну, просто вот если вы их сравните между собой, это небо и земля. Ну, как так можно? Одна организация, ну, организации две за ней стоят, да? Но одна и та же команда, скажем, Минздравовская, одобряет совершенно разные документы. Они их не читали ведь даже, ни то, что не сравнивали, просто не читали. Как пользоваться врачу этим – неясно совершенно. Что это дает – непонятно. Поэтому я думаю, что мы все равно будем возвращаться к этой теме, хотим мы того или нет. Да, профилактика, как мы знаем, с помощью вакцины не работает. Лечение тем количеством препаратов, которые льются из каждого телевизора и радио, не работает. Давайте разбираться, да? Сотни препаратов от одной болезни не бывает, если есть хоть один хороший препарат. Поэтому спасибо еще раз за доклад. Мы все равно будем их слушать, хотим мы того или нет. Мы все равно будем бороться с доказательной медициной. Это у нас, так сказать, кредо четкое. Доказательная медицина у нас не пройдет мимо нас. Продолжение следует... Продолжение следует...